Всем добрый день! Меня часто спрашивают, как можно быстро привести себя в порядок, буквально какую-нибудь экспресс-процедуру на 30 минут, которую можно сделать перед каким-то мероприятием или выходом в свет. Я хочу рассказать не о профессиональной процедуре какой-то, которая вряд ли будет длиться 30 минут, а будет длиться дольше. За полчаса, за 40 минут можно довольно-таки эффективно привести себя в порядок самому дома, имея определенный ограниченный арсенал средств. Лучше, конечно, чтобы это были профессиональные средства. Что мы можем сделать за такой короткий срок для того, чтобы выглядеть нормально? Мы можем провести легкую поверхностную эксфолиацию, это даст выравнивание тона и улучшение гладкости кожи. А гладкость кожи, она всегда будет смотреться гладкой коже лучше за счет того, что она будет как бы сиять, блестеть, но не жирным блеском, а таким внутренним светом за счет того, что будет как раз свет естественный и хорошо отражать. И если у нас особенно кожа склонна к гиперкератозу, то есть к повышенному роговению эпидермиса, то такие процедуры нужно проводить регулярно, два раза в неделю, хотя бы один раз в неделю проводить поверхностную эксфолиацию при помощи каких-то мягких пилингов, энзимных или с небольшим процентом аха-кислот. И в арсенале жирнокожих пациентов склонна к гиперкератозу, как правило, это всегда дома есть. Что мы можем сделать еще? После того, как мы кожу немножечко отпилинговали, мы можем ее увлажнить глубоко, если она нуждается в глубоком увлажнении, если она склонна к сухости, мы можем ее напитать. Но самое главное, мы должны ее максимально успокоить, чтобы сосудики сузились, чтобы темные круги под глазами уменьшились, чтобы ушла отечность. Я предлагаю сделать такой комплекс последовательных манипуляций для того, чтобы потом можно было с легкостью и красиво нанести макияж, чтобы хорошо лег тон и может было пойти на какое-то мероприятие. В первую очередь надо кожу очистить. Ее не нужно очищать слишком тщательно до скрипа каким-то агрессивными средствами, мы вообще не сторонники агрессивного очищения. У нас есть два прекрасных средства для этого. Это очищающий гель, который у меня здесь как раз стоит, который имеет в качестве моющей основы мягкий пав кукоглюкозит. Не щипет глаза, даже маленьких деток им моет, но для кожи лица это, я считаю, оптимально. И есть еще мусс, там немножечко больше пава в твоих санактивных веществ. Он чуть-чуть пожестче, чем гель очищающий, но тоже мягкий, тоже не содержит лаурет-сульфата. И лаурил-сульфата тоже не будет стягивать кожу и раздражать ее. Умылись. После этого нам нужно как раз провести эксфолиацию. Для этого мы возьмем мой любимый препарат гельтековский, это энзимную пектиновую маску. И в данном случае мы не будем проводить чистки, класть ее под пленку. Мы будем просто делать по ней самомассаж, одновременно убивая двух зайцев. У нас есть видео про лимфодренаж. Можно, например, взять его за основу или какой-нибудь массаж Асахи, или еще любую разновидность самомассажа, который длится 10-15 минут. И на очищенную кожу средним слоем нанести эту маску и проделать влажными ручками эти манипуляции. После этого ее надо тщательно смыть. Я рекомендую смывать эксфолирующую маску на основе энзимов и 5% молочной кислоты вот такими полотенчиками, любими другими, но не просто голыми руками. Потому что дополнительное трение мягкой вот этой ткани или нетканого полотна о кожу даст дополнительный, как раз усилит эксфолирующую способность маски. То есть будет более гладкая кожа. После этого мы уже используем обязательно тоник, чтобы восстановить PH, восстановить наш гидролепидный барьер. То есть можно взять тоник с АХ кислотами, можно взять для чувствительной кожи с гидролизатом коллагена алоэ вера на ваш вкус, по типу кожи и по состоянию. И после того, как мы прогнозировали кожу, мы уже ничего смывать не будем. Мы будем делать маски. Как вариант, мы можем сделать маску с эффектом так называемой фарфоровой кожи, используя два препарата Гельтек. Это гель для сухой и нормальной кожи Нео и лосьон-концентрат Нео. Оба они содержат липосомальный дегидрокверцитин. Сначала наносим гель, потом наносим вот такую одноразовую масочку или две салфеточки из Панлейса, которые я до этого показывала. Пропитываем вот этим лосьоном и сверху укладываем сухое махровое полотенце и отдыхаем 15-20 минут. Когда мы эту маску снимем, лицо будет равномерное, светлое и успокоенное. Если кожа не склонна к сухости, мы можем нанести сразу завершающее средство. Например, со светоотражающими частичками софт-фокус-эффектом Витаматрикс крем-сыворотку. Можем увлажняющий крем. Если это активное солнце и день, то можем нанести с более высоким уровнем защиты от солнца, чем в увлажняющем креме. Там 10 мультипротектор у нас есть, СПФ 50+, можно его использовать. На ваше усмотрение. Если же кожа склонна к сухости, то можно дополнительно сделать еще питательную маску из нашего питательно-массажного крема. Не обязательно уже делать по нему массаж, а можно просто нанести этот питательный крем с совершенно невероятным вкусным апельсиновым ароматом, толстым слоем и подержать тоже так минут 10-15. После этого излишки снять, и можно в качестве завершающего средства его и оставить. Впитать остатки в кожу и пойти на важное мероприятие, сделав предварительно какой-то легкий макияж. Если мы хотим поработать с какой-то конкретной проблемой, например, уменьшить тонус мимических мышц в проблемных зонах, где есть мимические морщины, или поработать с овалом лица, мы можем дополнить на каком-то из этапов уход, либо даже перед нанесением финального средства, при помощи активных сывороток. Можем нанести сыворотку с пептидом мерилоксантом на область с мимическими морщинами, это вокруг глаз, лоб или переносится, слегка втереть после тоника. И можем использовать сыворотку актив лифтинг, которая дает дополнительный эффект подтяжки кожи. Такие процедуры можно проводить не только перед ответственным событием, но просто регулярно дома, например, взять себе за основу каждую субботу, делать себе какие-то такие вот домашние полусалонные процедуры, чтобы приводить в порядок кожу после трудовой недели. И если, соответственно, наше видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых видео, и будем рады вашим вопросам в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!